МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа калейдоскопа. Это значит, что в ближайшие 15 минут мы постараемся рассказать вам массу полезной и интересной информации, касающейся культурной жизни нашего города. Как часто вы бываете за пределами города? Если путешествия по родной области предпринимаются вами регулярно, то вы наверняка заметили, какое количество красивейших церквей и храмов находится на грани разрушения. Если же вы давно не выезжали за пределы Рязани, то советуем посетить вам выставку «Красота сокровенная. Забытые храмы Мещерского края». На ней вы сможете познакомиться с уникальной храмовой архитектурой, которая, к сожалению, в скором времени может прекратить свое существование. На сегодняшний день стены галереи библиотеки имени Горького украшают небольшие по формату, но невероятно светлые и, безусловно, значимые фотоработы. На них рязанцы могут увидеть древние, но, к сожалению, разрушающиеся храмы. 46 объектов, разбросанных по территории Касимовской епархии, на протяжении года тщательно исследовались различными специалистами в рамках проекта «Сокровище Мещерского края. Разрушающиеся храмы Касимовской епархии». Помимо системного изучения, организаторы и кураторы этого проекта своей целью ставили привлечение внимания к древним храмовым комплексам. То есть обычно проблема таких объектов в чем вообще состоит? Состоит она в том, что, как правило, спасаются, изучаются, каким-то образом ведется работа только с теми объектами, к которым привлечено общественное внимание. А какими бы ни были прекрасными, какими бы ни были статусными, даже с государственным статусом, вроде памятника федерального или регионального значения, объекты, про которые никто не знает, шансов у них немного. О них заботятся только местные, а очень часто это небольшие, какие-то совершенно глухие местами, как Акаевы, деревушки. А в них стоят замечательные старинные храмы. И вот как раз задача была изначально прям системно проехаться по восьми районам Рязанской области, которые составляют Касимовскую епархию, примерно треть получается Рязанской области, и зафиксировать все, что имеется там и прекрасного, и старинного, и даже какие-то не очень значительные с точки зрения внешних наблюдателей объекта, вроде там маленького деревянного храма в Самодуровке. Но для специалистов они опять-таки будут интересны, потому что это оригинальная конструкция 19-го века. Конечно же, изучая эти невероятные архитектурные постройки, авторы и кураторы проекта были поражены не только историей, но и красотой древних церквей и храмов. Ведь несмотря на их печальное в настоящем состояние, архитектура этих полуразрушенных комплексов прекрасна. Кроме того, они замечательно вписаны в местность, в отличие от многих современных построек. И как раз для того, чтобы поделиться этой красотой, и была организована фотовыставка. На открытии присутствовали и сами авторы представленных работ. Они рассказали, какое впечатление на них произвели древние постройки, и атмосфера, царящая в этих действительно намоленных местах. Именно атмосфера в храмах достаточно разная. То есть некоторые действительно очень светлые и радостные. У нас один храм в Свящево, там вот дальше будет купол изображен, а он даже нам показал голубое небо, хотя была весь день пасмурная погода, и именно в куполе голубое небо показал. Остальные некоторые, которые более такие тяжелые, трагичные, но все равно каждый, они по-своему показывали себя, раскрывали и передавали вот ту атмосферу, как бы делились с нами со своей энергией. Красота древних храмов, даже полуразрушенных, восхищает, но оставляет в душе щемящее чувство от осознания того, что вскоре все это может быть утрачено окончательно. Однако епископ Касимовский, Исасовский Дионисий считает, что печалиться не о чем. Храмы эти я бы назвал не разрушающимися, а возрождающимися. В свое время я в таком хорошем смысле слова классический, может быть, англоман. Английский учил долго, интересовался культурой Великобритании. В свое время я был удивлен, как поступают в Британии и вообще в Европе с памятниками культурного наследия, которые невозможно восстановить. В частности, в Англии в результате революции Кромверевской были разрушены многочисленные старинные, чуть ли не 10-11 века, церкви, аббатства, соборы. Понятно, что сейчас даже бюджет вот этого достаточно мощного капиталистического государства не способен возродить все это из руин. И вот я впервые, когда с этим столкнулся, я был очень удивлен, как они поступают. Восстановить невозможно вот эту громаду собору, разрушенного давным-давно. Но они, все пространство вокруг приводят в порядок. Да, остатки какие-то руины, там, сводов готических, башен. Но вокруг подстрижены и газоны. Все закреплено, ничего не разрушается. И даже богослужения там проводятся, пускай под открытым небом уже, везде таблички памятные. То есть ты туда приезжаешь и понимаешь, что здесь было, какие люди над этим трудились. Я не понимаю, почему относительно тех храмов, которые у нас являются забытыми и заброшенными, не можем поступать мы. Более того, я считаю, что мы обязаны так по отношению к ним поступать. Мы обязаны их сохранить хотя бы в том виде, в каком они находятся сейчас. Что ж, будем надеяться, что эти великолепные образцы храмовой архитектуры сохранятся не только на фотоработах, но и в реальности. И, возможно, у кого-то после просмотра работ этой выставки появится желание посетить святые места и помочь в их восстановлении. Книге на протяжении всей истории было особое трепетное отношение, которое, к сожалению, немного изменилось в последние десятилетия в связи с развитием информационных технологий. В нашем следующем сюжете мы расскажем, какую роль в жизни общества играла книга в XVIII веке. Вполне возможно, что эта информация изменит и наше сегодняшнее отношение к печатным изданиям. XVIII век – время особенное. Это век великих реформ и великих открытий. Одним словом, век просвещения. Именно в это время книга из предмета роскоши превращается в предмет первой необходимости. В основном для ученых-мужей и студентов различных учебных заведений. На выставке редких книг, изданных в XVIII веке, которая работает сегодня в певческом корпусе Рязанского Кремля, можно увидеть более ста экспонатов, которые дают представление о том, какая литература была популярна более двух веков назад. Среди древних изданий – справочники целебных трав, различные учебники и даже детские энциклопедии. Говоря о книге XVIII века, мы все-таки имеем в виду в основном неиллюстрированную книгу. Но книги, рассказывающие о путешествиях, книги, рассказывающие об этнографии, рассказывающие, конечно, они с иллюстрациями очень интересными. И вот детские энциклопедические книги, собрания, они совершенно замечательны, потому что они иллюстрированы. Картинка и рассказ по этой картинке. То есть ребенок не только читал, он еще и видел. И это все, в общем-то, все это начало в XVIII веке. Здесь же можно познакомиться с первым систематическим описанием истории с древнейших времен и до XVI века Василия Татищева, а также с первым атласом Российской империи, изданным в 1745 году. Это 20-летний труд очень многих людей. Это гравюры, и каждая гравюра потом была раскрашена. Это, конечно, колоссальный труд, но нужен был атлас, потому что как подвести итог уже проведенным географическим исследованием, и чтобы дальше развиваться. И, в общем-то, многие ученые считали, что Ломоносов, например, что атласы должны меняться и пересдаваться через определенное время. То есть все, что нового узнается, эти дополнения должны вноситься. Но это перед вами первый атлас Российской империи 1745 года. Тогда же появляются танцевальные самоучители, а также книги для пользы и забавы, написанные в форме вопросов и ответов. Например, кому все-таки счастливее жить, умному или глупому? Но с учетом того, что это эпоха просвещения, то, конечно, ответ однозначный. Или, например, тот же вопрос, интересный вопрос, а в какой голове больше ума? Большой или в маленькой? То есть вот те, которые могут задавать вопросы обыватели, вот такие книги и издавались. Здесь мы узнали, что именно в 18 веке Петр I провел реформу алфавита и ввел гражданский шрифт. Это сделало книги еще более доступными. Кстати, и цена на книги в 18 веке была вполне приемлема. Цены разные на них были, потому что книги в 18 веке имели несколько другой вид, когда их издавали. Они были без переплета. И продавались книги без переплета, могли быть стоить 25 копеек. А книги в переплетах с иллюстрацией, конечно, были более дорогими. Но так как кто учился в училищах, кто занимался наукой, ну, конечно, в основном люди более обеспеченные могли позволить себе. Но книги были разные, ценовой разброс был, безусловно. Но если говорить о ценах, ну что в то время, сколько стоило, то, например, один пуд – это 16 килограммов муки, очень хорошего качества, стоило 1 рубль 30 копеек. А книга в основном вот такая учебная и для народа более доступная от 25 до 50 копеек. Поэтому, в общем-то, у каждого были, наверное, свои приоритеты. И кто хотел учиться, безусловно, книгу приобретал. Интересно, будут ли вызывать в душах наших потомков такие же трепетные чувства современные нам издания. Мы на это надеемся. Ну а пока нам остается наслаждаться настоящим и вот такими прекрасными отголосками прошлого. Выставка «Бесценный дар эпохи Просвещения» завершит свою работу уже в декабре, так как книги 18 века требуют особых условий и не могут долго находиться в выставочных залах. Так что заинтересовавшимся стоит поторопиться. Напомним, экспозиция работает в певческом корпусе Рязанского Кремля. Зайти в кафе и выпить чашечку кофе для нас это так привычно. Интересно, ослышали ли вы что-нибудь о таком понятии, как подвешенный или отложенный кофе? Если нет, то следующий сюжет для вас. Традиция кофе с аспесса, которая сегодня переводится как подвешенный или отложенный кофе, пришла к нам из Неаполя. Ее суть сводится к следующему. Любой посетитель кафе, заказывая одну чашечку напитка, при желании и возможности оплачивает две или три порции. В течение дня этим подвешенным или отложенным кофе может воспользоваться любой бедняк, не имеющий возможности его купить. В нашу страну модное веяние пришло всего лишь несколько лет назад. Кто-то использует эту традицию для привлечения туристов, кто-то таким образом участвует в благотворительности. Сложно сказать, в скольких городах России на сегодняшний день эта акция действует. Но вот в некоторых кафе Рязани подумывают о том, чтобы организовать нечто подобное. У нас очень часто предлагали посетители организовать вот такую систему. Дело в том, что мы практикуем такую форму, когда мы просто остатки какие-то в конце дня еды просто пакуем на разовые контейнеры и отдаем бездомным людям. И сейчас возникла как раз идея, почему бы не сделать такую вот раздачу горячей пищи, горячих напитков в форме вот как раз вот такого вот подвешенного кофе. То есть, когда человек, покупая там чашку кофе или чайник чая, может оплатить двойную и тройную стоимость. И вот этот вот излишек, он пойдет как раз на покрытие расходов на организации питания для бездомных людей. Действительно, стоит учитывать, что наша страна не солнечная Италия с их абсолютно особенным отношением к кофе. В условиях же российской зимы гораздо актуальнее организовать горячее питание для малоимущих граждан. Это очень важно и очень актуально. Вот как раз вот только что заходил бездомный человек нам с собачкой. И мы так разговаривались, и он говорит, собачку кормят. То есть, мои собачки дают еду. То есть, люди какие-то. А вот мне некуда, то есть, мы часто видим, да, где-то стоит мисочка, куда сердобольные старушки скидывают какие-то остатки еды, либо даже покупают в пакетиках. И подходят и кошки, и собаки, и кушают. А вот системы, когда может именно человек, то есть, не организация, не государство, а именно человека чистого сердца просто взять и покормить, и чтобы это было организовано в какую-то систему, где он может либо принести какие-то продукты, либо вот, как в случае с подвешенным кофе, да, оплатить какую-то часть сверх того, что ему нужно, да, купить одну чашку, заплатить за две, за три. Но, как бы, деньги-то эти пойдут на кормление обездоленных. То есть, такой системы какой-то вот, такой вот нет. И было бы, конечно, здорово. Я думаю, что это вообще, ну, очень интересно для людей. Наверное, было бы неплохо, чтобы в эту акцию включилось как можно больше заведений общественного питания. Ведь впереди холодная, долгая зима. Для нас с вами это всего лишь очередное время года. А для тех, кто не имеет крыши над головой и средств к существованию, настоящее испытание, которое каждый из нас может помочь им пройти. Ну что ж, это всё, о чём мы хотели вам рассказать сегодня. Мы увидимся ровно через неделю в клейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова